Заклинания делятся на два вида, узаконенные и те, в котором есть ширк. Если заклинание соответствует трем условиям, то оно узаконенное. В противном случае оно превращается в тот вид, в котором есть ширк. Итак, ты можешь определить колдуна. Шариатское заклинание — это то, что соответствует Корану и Сунне, или делается именами Аллаха и его атрибутами, если это относится к дуа. Заклинание Кораном, то есть когда, например, человек читает Суру Фатиха, заклинание Сунной, как, например, слова, прибегая к совершенным словам Аллаха, именами Аллаха, как, например, слова «Я хай», «Я кайюм», «Избавь меня от того, что произошло со мной или моим братом». Второе условие — чтобы слова были понятными, ясными и произносились вслух. Если же ты не знаешь, что говорит чтец, или он читает тихо, скажи ему «Хочу слышать, что ты читаешь». Если же он тебе скажет «Я шейх», скажи ему «Да кем бы ты ни был», чтобы заклинание было на арабском языке. Не бывает заклинания ни на арабском, если только это не дуа. В ней можно обращаться к Аллаху на своем языке. Однако при условии, чтобы не искажать прекрасные имена Аллаха. Если, допустим, человек будет говорить «О хай» и начнет просить на своем языке, или «О Аллах» и взывать на своем языке. Третье условие — чтобы человек был убежден в том, что заклинание является всего лишь средством, и то, что принести пользу или отвратить вред, может только один Аллах, Субханаху и Тааля. Если не будет соответствия одному из условий, то заклинание превращается из узаконенного в тот, в котором есть ширк. Проблема многих людей в том, что они показывают свою нужду в созданиях, идут к людям, к ученому, шейху, и говорят «Шейх, я болен, мне плохо, у меня колдовство, меня сглазили, мои дети». Шейх ему говорит «Да, я тебя вылечу». Это неправильно. Шейх должен сказать «Смотри, я и ты, мы оба нуждаемся в Аллахе. Ты проси за меня, а я буду просить за тебя. Читай заклинание сам за себя». Однажды один человек позвонил шейху Ибн Базу да смилуется над ним Аллах и сказал «У нас тут один брат болен, мы хотим, чтобы ты почитал ему». Шейх Ибн Баз сказал «Сами почитайте». Тот ответил «Мы почитали, но не помогает». Шейх сказал «Читайте и выздоровит, иншаллах». Тот человек сказал «Мы не знаем Коран наизусть». Шейх Ибн Баз спросил «Фатиху знаете?» Тот сказал «Да». Шейх сказал «Читайте Фатиху и выздоровит, с дозволения Аллаха». Братья мои, мы никогда не слышали, чтобы шейх Ибн Баз или шейх Усаймин или кто-то из имамов праведных предшественников открывал клиники для заклинаний или что-то подобное. Значит ли это, что не существует колдовства или сглаза? Нет, существует. Однако они хотели связать сердца созданий с создателем и не открывать людям путей к злу. Поэтому вопрос «Выше перечисленное относится к большому ширку или малому?» Мы скажем «Нужно посмотреть». Это может быть и большим ширком, и малым. И может быть грехом, если человек просто уподобится без убеждений. Если же человек невежественный, то его надо обучить, как обучал Пророк, салаллаху алейхи вассалям.